Всем привет, ребятки, с вами Flash. Это обзор дивблога под названием Compout Update. Я так понимаю, что разработчики ушли от номерации дивблогов, потому что это уже второй дивблог с собственным названием. Понятно, что его назвали в честь самого главного события, это появление нового города NPC. Также для любителей спросить, что будет на официальных серверах в этот месяц, там будет только вайп-карты, чертежи останутся без изменений. Надеюсь, что уже практически все ознакомились с правилами поведения в этом городе, потому что там все подробно расписано. Как я и говорил в том видео, то что может быть появятся некоторые изменения. Они появились. Во-первых, заменен второй дублирующий магазин с инструментами на магазин с компонентами. И многие спрашивали, как найти свой рюкзак, если тебя убили среди кучи других, случайно заглянешь в другой, тебя убьют. Теперь изменили. Ты можешь заглянуть только в свой рюкзак. Если ты попытаешься в чужой, ты просто туда не сможешь заглянуть. То же самое относится к трупам. Вы будете нажимать кнопочку E, но вас не пустят в инвентарь. Я это все проверил. Действительно работает. То есть теперь физически вообще нельзя залутать чужой труп или чужой рюкзак. И непонятная ситуация со слиперами. Я опять же запустил свой тестовый. У меня получилось залутать слипера, при этом у меня даже не высветилось предупреждение. То есть свободно его лутаю. Хотя в списке изменений было написано, что вообще нельзя лутать слиперов. Не знаю, какое из этих правила точно, но на данный момент всех слиперов лутать можно, и при этом нет никакого штрафа. Я так понимаю, что как раз вот эта надпись на входе в город, No Sleeping, говорит нам о том, что вы можете там заснуть, но вас сразу же облутают, и вы ничего там сохранить не сможете. Потому что действительно получался своего рода абуз. Собрался свои вещи, пошел туда спать, и по сути ты в безопасности. Ладно, как говорится, проверим все на практике. Еще раз советую, посмотрите правила поведения в городе NPC. Там все подробно расписано, и тем более видео короткое. Собственно, небольшая история создания, почему разработчики пошли на то, чтобы ввести ПВЕ город. Оказывается, что после ввода турелей в миротворческом режиме, они надеялись, что люди сами будут строить некие такие зоны, где будут спокойно торговать и охраняться эта зона. Но никто за этот год ничего подобного не стал строить, поэтому разработчики все взяли свои руки и сами создали вот такой ПВЕ город. Где можно ввести торговлю, свой бизнес, как пишут разработчики, ну или просто безопасно общаться с другими игроками. Они очень надеются, что мы получим от этого города удовольствие. Я уже получил, просто шикарно. Они также будут смотреть обратную связь, и в течение ближайшего месяца все фиксить проблемные моменты. Далее, снаряжение для дайвинга тоже уже снято, переснято все. Из интересного то, что мы их будем все-таки, сказали, где их будем находить, в обычных ящиках где-то на острове. Водолазное снаряжение состоит из маски, которая нам позволяет лучше видеть под водой. Состоит из баллона с воздухом, который нам позволяет 10 минут находиться под водой. Он, можно его перезаправлять на верстаках. Ну и ласты. Увеличивают скорость движения под водой и уменьшают на суше. И, конечно, костюм, который позволяет плавать в холодной воде. Ну и спрашивается, зачем плавать под воду, когда там ничего нет. Но не тут-то было. Разработчики уже об этом тоже позаботились. Я это все показывал. Есть затопленные корабли и буксирчики, баржа. Есть уже скалы, плюс всякие водоросли, возле которых тоже появляется интересный лут. Ну, кораблики, да. Есть ящики, которые нужно, чтобы освободить, подержать кнопочку Е. Он всплывет и вверху уже залутать. Разработчики советуют этим заниматься в компании. Сверху на лодке человек принимает ящики, а вы снизу плаваете и их отвязываете. И как раз вот те самые новые скальные образования. Подводные. Выглядит прекрасно. Уже не такое голое дно. Плюс рельеф немножко изменился. Водоросли какие-то появились. И действительно немножко по атмосфере не стало. Возле них тоже появляются ящики. Вот он, одинокий водолаз плывет, затопленные лодочки. В будущем тоже это будет все дорабатываться. Также нам добавили в новый город новую турель. Еще раз повторюсь, что она стреляет только с пулемета. Зачем ей ракетница, непонятно. Ну, наверное, для устрашения. Вот такой вот новый аппарат, конечно, выглядит очень серьезно. Можно было бы нашу турель обгрейдить вот до такого состояния. Это же заряжать туда прям реально 4 ракеты и пули стандартно. Да, 5.56 у нас максимальный калибр. Это было эпик бы. Андре нам сообщает, да, проблема читерства, ребят. Что с начала этого года она вообще была чуть ли не на пике за все время существования Раста. Это все разработчики признают. Они пишут, что нет им оправдания за то, что они допустили такую. И Андре весь этот месяц занимался проблемами. На данный момент вот такими вот свойствами могут обладать читеры. Это и взлом траектории снарядов, и ускоренная добыча ресурсов, увеличенная скорость плавания и ходьбы в присядке, лутание выброшенных предметов сквозь стены, установка предметов сквозь стены, урон сквозь стены, бесшумные атаки, бесшумные выстрелы, скоростная стрельба из лука, бесконечный кислород, какой-то эксплойт, связанный с очередью, еще и чат.ю. В общем, поработал очень отлично и говорит, что все вот из этих уязвимостей теперь были пофикшены и больше читеры не могут это все использовать. Конечно, многообещающе звучит. Но при этом он говорит то, что понятно, не надо питать иллюзией, что читерство его искоренить невозможно, и разработчики будут пристально следить за тем, что будет появляться сейчас в ближайшие недели, потому что читеры никогда не успокоятся, будут сейчас новые и новые уязвимости искать. Но они постараются сделать все, чтобы больше этого не допускать, либо как можно быстрее фиксить. Также они еще постоянно работают с изи античитом. Ну что, ребятки, посмотрим. Вроде как неделя официальных серверов считается открытой. То есть можно, мне кажется, безбоязненно хотя бы первую недельку без этих уязвимостей поиграть, пока читеры не найдут способ это обойти. Очередное улучшение строительной системы. Ряд эксплойтов тоже пофикшен. Там и стаканья стены, всего, и крыши там. Ну бесконечные эти эксплойты строители ищут. Ладно, бог с ним. Далее. Скины, точнее одежда от первого лица. Тоже я делал видос, официально введена. Теперь мы будем видеть на руках все, что на нас надето. И также полная поддержка скинов. Тоже многие спрашивали, будет отображаться ли со скинами. Пайты, либо перчатки. Ну в общем все. Да, будет, ребятки, все со скинами отображаться. И броня. Ну в общем все, все классно. Пол поработал очень хорошо над искусственным интеллектом. Так как у нас в городе все-таки новые NPC. Есть некоторые, которые патрулируют. Город. Есть некоторые, которые постоянно стоят на одном и том же месте. Но если вдруг начинает какая-то заварушка, они сразу со своего места отходят. И начинают искать нарушителя. При этом работают ученые очень хорошо и постоянно ищут цели. Потому что у них появилась новая способность потеря. Ой, точнее поиск потерянных целей. Даже если они вас утустили из виду, они все равно будут бродить по городу, пока вас не найдут и не уничтожат. Помимо этого еще были улучшены ученые в чинуке, в военных туннелях. И которые появляются полумирные, так сказать, спокойные на кучах с мусором. Так как у нас геймплей уже перемещается в подводную среду. Разработчики взялись, чтобы рендеринг под водой был практически такой же, как в реальной жизни. Поэтому они все эти отражения дорабатывают. Вот они даже оставили ссылочку, как должно вообще работать. Как должен выглядеть взгляд из-под воды. То, что вот эта поверхность, она имеет такое зеркальное свойство. Она отражает и вы как бы не прям сквозь воду смотрите, а отражение можете видеть. В общем, все по законам практически физики. Все будет красивенько работать. Окклюзия окружающей среды версия 2.0. В принципе, разработчики описывают, дают ссылки, что такое окклюзия. Потом, что они сделали по новой системе. Это что такое окклюзия. Кому будет интересно, можете углубиться. Это новая какая-то классная система. Вот сам факт. Нам нужен только результат. В принципе, new это новое. И current это настоящее, которое имеется сейчас. И как вы видите, разница видна. Новое более лучшее позволяет вот эти все затенения делать. Но это не самое главное. То, что FPS, побочный эффект, очень серьезно увеличился FPS. Было 75, стало 87. Это на одном скриншотике. И вот второй тоже. Разработчики говорят, что так, new и настоящая, новая и настоящая. Ну, я так понимаю, новая либо ввели, либо ее сейчас будут вводить. Постепенно дорабатывают. Позволяет убрать эффект парения вот таких вот ящиков, когда кажется, что они в воздухе висят. Действительно. И тут тоже побочный эффект. 185, 94 FPS. Они сами об этом пишут. То, что сами удивились, что новый способ вот этого рендеринга, он даже увеличил FPS. Диого поработал над оптимизацией процессора. Там оптимизировал некоторые вещи. Говорит, что может быть это и не будет заметно. Но, скорее всего, принесет хоть какой-то результат на очень слабых процессорах, либо на средних. Рендеринг воды. Хоть разработчики им занимаются, но все равно есть некоторые проблемы. В реках, допустим, он некорректно работает. Например, непонятно почему-то тускнеет очень сильно фонарик под водой. Я действительно тоже заметил. Или каустика может исчезнуть при взгляде из-под воды. Поэтому над этим они еще работают и будут работать. Алекс поработал над звуками бензопилы. Самое главное для меня это то, что убрали вот этот, как он сам пишет, глупый эффект ударов бесконечных. Помните, когда мы тестировали пилу, там как будто просто быстро бьешь топором. Я зашел на стейджинг. Действительно, все четко. Теперь уже нет этого бесконечного удара. Пила очень хорошо звучит и прям плавненько рубит деревья, плоть. Все прям, нет вот этих постукиваний. И поработал над звуками лодки. Опять все отмикшировал, уравнял, чтобы несколько лодок хорошо звучали. И добавил звуки, когда вы ее толкаете, когда вы в нее садитесь и даже когда ей управляете. При этом, когда лодка достигает практически максимальной скорости, то еще появляется эффект, когда волны бьются о лодку. Я тоже это проверил. Прикольно. Звуковой эффект. В конце ченджлок. Из интересного пока что нашел то, что высокие стены теперь гниют намного быстрее, если находятся вне зоны действия шкафа. В принципе все. Основное это конечно же, это новый NPC город. Весь упор сейчас был сделан на нем. Я имею ввиду основного обновления. Ну и борьба с читерством приятно порадовало, потому что очень много пунктов пофиксили. Что касается своих серверов, то первый работает в штатном режиме, поэтому всех приглашаю. А по поводу второго, он будет заменен с Орды Альянса. Думаю, он отложится на долгое время, потому что я сам хочу поиграть. А вы знаете, что Орду Альянс я немножко, ну недолюбливаю что ли. Будет введен завтра в пятницу в 17.00 примерно. Сервер полная свобода, опасные мирные. Там где нет никаких ограничений, ты выбираешь либо мирного, у него рейты x3, но ты можешь убивать всех, в том числе и мирных. Но если ты убьешь такого же мирного в зеленой пайте, ты станешь опасный. Опасный стандартный игрок, у него просто x2. В красной пайте тоже может убивать и рейдить всех. Такая концепция мне больше всего нравится, потому что она максимально приближена к официалке. То есть полная официалка, только ты уже сразу видишь душу человека. Либо он в зеленой пайте, значит он ни одного мирного не убил. Либо он в красной, значит у него руки уже запятнаны. Он либо случайно, либо специально истребляет уже всех, кого видит. Потому что я сам хочу тоже ворваться, поиграть. И очень круто, мне кажется, это будет смотреться прям для города. Это идеальная концепция, опасный мирный. Потому что в городе сейф-зона и туда будет стягиваться всякое отребье красное. Всякие хорошие игроки в зеленых. Вместе там чилить, ходить, общаться. Кто-то будет рассказывать, сколько он истребил зеленых. Красный будет там. Либо наоборот он будет каяться, сидеть там на стульчике. Ребята, я вот случайно меня подставили. А на самом деле у меня душа зеленая, а я красный стал. В общем, будет некое общение там, где никто не может друг друга убить. Но вот все вот так вот концентрируются. Мне кажется, вот прям идеально этот город под вторую жизнь дать опасным мирным. Можно пару недель поиграть. Но это запуск будет завтра. Мы сейчас все перенастроим плагины, все перепроверим, чтобы все четко работало. Все, ребятки, с вами был Флеш. Как всегда, увидимся в следующем видео.